доброго утра готовлю сейчас готовлю приготовила антохи завтрак чай яичница перемешана тебе понравилось так пошли завтракать гриша уже позавтракал это антоша сейчас про самолетик сейчас будет кинза сейчас буду ее вязать сейчас идем обедать поработали уже немножко мы сейчас пообедали я уже разгружаю посудомойку чтобы опять ее загрузить сейчас я мою в посудомоечной машине вообще мне кажется все все что возможно потому что раньше я нет я там тарелочки стаканчики даже старалась сама мыть начало а сейчас даже вот эту кофе эту лизерную кофеварку в посудомойку засунула вот банки сейчас достала тоже их мою посудомойки всякие даже мисочки пластиковые на что я не мою в посудомойке это сковородки мне все таки не нравится либо их вообще отдельно тогда закладывать не мыть вместе со всей посудой и не мой еще ножи мне кажется все таки они тупятся ну хотя это не точно ну почему-то мне такое предубеждение наконец-то да пап мы дошли до забора или забор дошел до нас да все же не сейчас тут все чистит и щеткой да и даже вот такой вот штукой ты купил и такой штукой такой штукой все что можно зубные щетки в доме ты собрал красить можно не надо это и прошлую краску ты чистил до прошлой нет нет мышь валиками тогда девушка лёша вспомни это когда было мы красили ну да да еще потом как пойдет да но вроде погодка должна быть хорошая надо и что еще что ты в отпуске люди берут отпуск чтобы отдыхать а мы берем а мы берем отпуск чтобы поработать поэтому россию хер кто победит логики нет да логики армия должна против пойти налево нахер на вперед да она все забыла что и надо куда ты иду на огород посмотрим сейчас изменения пока нас не было что тут у нас значит пересадили же малину уже даже покрасили столбики но это вот сержуня и папа накрашивали надо вот будет пену срезать запенили сразу столбы чтобы там осы не заводились вот и тут тоже осы особенно любят конечно в таких местах сразу подвязали таким вот специальным пистолетиком для подвязки винограда и малины и тонких веток яблони так что вот у нас три рядочка малины получилось на новом месте уже на следующий год будем собирать урожай рядок клубники посадили не знаю клубнику нас конечно не задерживается вообще когда мы соберем урожай все про нее забываем она зарастает ее просто перепахивать остается здесь родители купили новые кустики смородины чтобы вот где дети играют футбол смородины убрать а здесь была смородина то есть у нас здесь такая такой участок будет где будут ягоды черную красную разные купили общем и всякие большие маленькие вот просто веточки это еще лук остался с прошлого раза и еще молодой лучок сейчас покажу вот еще кустики смородинки все на выбирали мелкого лука тоже посадили он уже пошел в рост мне конечно он нравится на него смотреть особенно когда уже весь сейчас тронется вот сейчас тепло и сыра достаточно поэтому лук пошел зеленеть гинзочка ароматная ее конечно нужно с корнем умыть рядочки уже красивые выросла будем уже завтра мыть и резать вернее вязать пучки еще малина с этой стороны эти столбики останутся у нас для помидор для вьющихся здесь все вычистится и будут на следующий год сетка натянута и помидорки расти что еще а вот еще достопримечательность наша это вот наша достопримечательность это пугало гришка вчера его испугался вороны правда не очень папа даже свою шляпу пожертвовал но вороны его не боятся только дети я хочу приготовить яблочный пирог собрала уже несколько яблочек вот 4 штучки порежу их сейчас помою и включила уже духовку сейчас взбиваю здесь мне 4 яйца стакан сахара хочу еще добавить немного мне в общем такой рецепт будет все на глаз здесь домашняя сметана я не знаю мы ее особо не едим но раз нас угостили то буду ее выпечку использовать и муку просею стакан муки 4 яйца стакан сахара немного ванилина добавлю и сметана не знаю может быть пару ложечек делаю тесто и залию яблоки яйца с сахаром взбились пока я вот сюда вот ушло сейчас два яблочко я порезала средненьких форм и сделать 22 сантиметра и сейчас чем тесто уже доделаю и буду заливать его форму и наверно может быть еще одно яблочко сверху тоненько разложу яблоки я люблю чтоб яблок было прям очень много я решила ничего больше не добавлять никаких яблок вот такой вот пирожок полуфабрикатик сейчас управляю духовку 180 190 градусов не знаю на сколько минут на 25 на 30 посмотрю в общем буду смотреть по состоянию его здоровья еще очень хочется тушеной свеклы если помните я как-то раньше очень часто тушила просто тертая свекла с луком с томатом с чесночком и зеленью в общем все это на сковородке вот сейчас вот начистила 4 буречка и достала вот такую вот терочку это такая приспособок мясорубки сейчас я вам ее покажу и ополоснула у нас вот такая вот мясорубка знаете когда там 10 в одном помимо того что мясо там еще всякие терочки терочки и кубиками можно резать ну как бы этим вообще не пользуюсь просто кубики не получается прям очень идеально они все-таки по мятые немного но вот этой теркой иногда пользуюсь вот сейчас думаю чего это я со своими ногтями отросшими ну неудобно общем будет тереть и буду на вот этой штуке пробовать так вот свекла которую я потерла на такой вот шинков очки дальше что мы с ней делаем добавляем сейчас она немножко обжарится и сюда еще добавляю губ вот и потом уже когда это все вместе она даже обжаривается и тушится потому что здесь много сока выделяет свекла и добавляем потом лук а потом еще томатик и ждем вот как на капусте когда выпарится вся жидкость и в конце уже чесночок и зелень и все будет готово добавила лучок пирог сейчас уже буду проверять что там с пирогом все хорошо свеколка готова все чеснок здесь зелень общем все как я вам рассказывала и яблочный пирог тоже яблоки правда остались на фольге но я их вот поздирала не все конечно остались но все равно и хочу в следующий раз просто перемешать тесто с яблоками мне кажется так будет лучше в общем будем экспериментировать потому что сезон яблок открыт уже дома забрала афонику из садика заехала за покупками купила 3 хурмы на пробу я вот форму уже купила как я тебя снимать не буду можно многие широко не любят так форма я даже что-то цену не спросила кабачок один и бананчики так купила еще кофе вот это кстати тоже неплохой мелкого помола вполне себе нормальный по вкусу хлеб резанный хлеб черный антохин тоже любимый так сыр плавленый ветчину хочу завтра суп приготовить ну вернее даже сегодня потому что завтра мне же на праздник для до фоне майонез и молоком всем где это и Субтитры сделал DimaTorzok